Агагава. Что такое 136 тысяч долларов? Это больше половины годовой зарплаты лучшего бомбардира Ахлсема Анаса – 235 тысяч. Это больше, чем зарабатывает губернатор такого крупного американского штата, как Флорида – 130 тысяч в год. А еще это цена самой дорогой хоккейной карточки. Хозяин карточки – плотник Джон, имя которого не раскрывается. У меня, на самом деле, нет эмоциональной привязанности к спорту. Я недавно вышел на пенсию после 30 лет работы плотником. Раньше я никогда не собирал карточки. Мой друг в прошлом году познакомил меня с этим занятием, и я увлекся, рассказывал Джон Эспн. Коллекционер заплатил примерно 150 долларов, чтобы попасть в лотерею. В ней участвовали 30 пайщиков, которые делились на блоки случайных команд, а уже в этих блоках получали порядковый номер, который и определял последнюю цифру выигранной карточки. Джону дважды повезло – он получил счастливую во всех смыслах семерку в блоке Эдмантона. Если вычесть 20%, которые аукционный дом забирает себе, а также 150 долларов, потраченных на лотерейный билет, и еще 6 тысяч, потраченных на другие карточки, плотник Джон все равно остается с примерно 100 тысячами чистой прибыли. Это событие он называет даром небес, особенно в нынешние тяжелые времена. Это самая дорогая карточка в истории хоккея, которая, впрочем, сильно уступает карточкам из других видов спорта. В американском футболе рекордный лот – карточка Джимми Брауна, проданная за 358 тысяч. В баскетболе – карточка Юэл Синдора, которая стоит полмиллиона. А впереди всех бейсбол, с которого и началась эта коллекционная традиция – карточка с изображением Хонуса Вагнера от 1910 года стоит 3,1 миллиона долларов, чуть больше трех энхайловских контрактов новичка. Субтитры создавал DimaTorzok